МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телепроект Овертайм приступает к хоккей-описанию. Сегодня в программе... Полуфинал Металлург-Шахтер. Эмоции. Мне больно за то, что мы проиграли. Шпаточек снова достать. И слегка этого причитающихся. ХК Витебск. Разыгравшиеся аппетиты. Медали. Достоинства там уже покажет сезон. Но вообще мы очень хотим, чтобы у нас были медали. Финал 2022. Эпизод первый. Хороший пас или хороший бросок, он не пропадает. Откровенно проспали как бы в начало игры. А также кахейловские разборки. Наша ведущая Виктория Гриб. Всем привет. Звучание этого слова возбуждает наши болельщицкие чувства. Плей-офф. Прежде чем начать рассказ о финальной серии экстралиги, мы просто обязаны отмотать время на неделю назад. И еще раз пережить развязку противостояния Металлурга и Шахтера. Разгромив солигарчан 5-0. Стальные волки взяли верх в полуфинале 4-3. Это было волнительно и ярко. Седьмая игра. Это такой прям, вот прям хоккей-хоккей. Чем сильнее команда, тем интереснее пытаться ее как-то обыграть. Субтитры создавал DimaTorzok Что-то пошло не так. Прокосили за 4 секунды. Гол! Глеб и гол. Терьезы случаются. Если бы Фортуна отвернулась сначала, как бы тяжело там было. Видимо так, да, психология работает. Ни наш Денилис. Уже парни видел, что крылья у них выросли. Ну, соперник был чуть посвежей. Сложно было проиграть в его матче. Стриминский штаб, да, пытались, пытались, пытались. Сами бы выскочили, наверное, да, и побежали бы, надели бы коньки. Ну, больно. Мне больно за то, что мы проиграли. В мячинстве Шурина в брошок. Гол! Четыре в бой! Этот коллектив строился и на трибунах. Один завод, одна команда. Импульс придает хороший. Сказали, чтобы не сильно было друг в друга засмотреть. Вышли и все сделали на максимум. У нас молодежь, да, амбиции. Каждый у нас стал джокером, каждый. Мира заводят, и ребята хотят сами, глаза горят. Раздевалка, скамейка, все живет. Я уверен на 300%, что этот результат не обрадует. В том году они взяли бронзу, в этом бронзу. Получается, что на месте стоим. Все равно команда «Шахтер» всегда, всегда, всегда хотела, всегда хочет быть на самом верху. Все они взяли, что команды не хотели сидеть в обороне. Яркая, да, именно серия такая в атаку. Много голов, много стычек, много конфликтов личных, каких-то таких дисквалификаций, это хоккей. Было, да, мне очень интересно, я соскучился по такой игре. Серия достойна была финала. Финал сезона стартовал в среду на Чижовка-арене. Юность жаждет завоевать четвертый кряду и одиннадцатый в общей сложности титул. «Металлург» стремится повторить свое золотое достижение десятилетней давности. Чьи желания сбудутся? Подробности первой дуэли. Если Дмитрий Кравченко сохранил победный состав седьмого матча с «Шахтером», то Евгений Ясаулов решился на изменения в ростере. Благо, возможности для ротации у него есть и наставниками пользуется в плей-офф. Уверенность в кадровом потенциале своей команды даже позволила тренеру пойти на редкий для постсезона шаг, отказаться от услуг российского легионера Дмитрия Арсенюка, потухшего в плей-офф. Тем более, что вернулся в строй нападающий Егор Гайнетинов, второй бомбардир команды в регулярке, который не играл с декабря. Я надеюсь, он будет набирать кондиции от игры к игре. Понятно, что давно не играл. Игрового тонуса нет, но сегодня, в принципе, его действиями довольны. Ну, как говорится, хотелось бы больше. Юность хороша ровностью состава, и это в очередной раз было доказано на шестой минуте, когда автором первой шайбы финальной серии стал Александр Пальчик, до того имевший лишь один ассистентский балл в текущем плей-офф. Пришла его очередь выходить из тени. Я уже неоднократно говорил, что юность сильна командной игрой, и каждый игрок может в определенный момент либо решить исход матча, либо переломить исход матча. Ну, сегодня эту роль на себя взял Пальчик. Мы успели восстановиться, отдохнуть эмоционально, подготовиться к этим играм, и, в принципе, хорошо вошли в игру. Здорово начали, я считаю, первый период переиграли полностью соперника. Пальчик был одним из самых заметных игроков минчан в этот период времени. Имел несколько шансов, чтобы отличиться, но сделал это не в самой очевидной ситуации. Помог рикошет. Я Слава Андрюшенкова видел на дальнем, вообще ему пас отдавал, но там защитник подставил Жлобина, и такой курьезный гол получился. Первый период здорово сыграли, контролировали ход матча, хороший гол выбили. Хотя, ну как, хороший пас или хороший бросок, он не пропадает, да? Партнеры мои здесь сегодня здорово находили меня, здорово отдавали передачу, хорошо с ними взаимодействовали. Надеюсь, следующие игры мы проведем так же успешно. Возможно, именно этот курьезный гол выбил металлург из колеи. А может, после рубки в седьмом поединке без права на ошибку сейчас, пусть и финальный, но всего лишь первый матч не вызвал у стальных волков запредельной мотивации. В стартовом периоде они не были похожи сами на себя, и напомнили Неман в схожей ситуации, который приехал на чужовку после буйства чувств в серии с Гомелем. Откровенно проспали, как бы, начало игры. То есть, соперник побежал, мы немножко не готовы были. То есть, ту игру, которую мы хотим показывать, не получилось с первого периода. Много потратили сил в своей зоне, удаление. Это же играет свою роль. Мы были, в принципе, в тонусе. Может быть, какие-то эмоции, то есть, никакие эмоции потрачены. Но все-таки мы в финале, да, и надо показывать более содержательную, солидную игру. Оппонент здорово сыграл, а мы, как говорят, проспали или что это, или, может быть, у нас волнение глобальнейшее было. Понимаете, играть в финал, это еще надо уметь. Играть за что-то, это важная вещь. Я говорю, что если голову не один, не два, а все переформатируют на то, что нужно играть, можно, можно играть в финале. Если ты туда дошел, и главное побеждать, а не то, что, ну, ничего, ничего, и так молодцы. То есть, вот это вот меня всегда больше всего раздражает. То, что это и так всегда будет. Или чего-то достигли. Иди ты до конца, и все у тебя получится. То есть, верь, верь в свои силы. Ну, и отсюда, возможно, это и связано с первым периодом. Возможно, это и связано с той определенной игрой, когда мы просто-напросто на данный момент не успевали. Но, опять же, повторюсь, несмотря на это, мы пропустили всего один гол. Значит, в какие-то линии вратарской или обороны выдержали. В начале второго периода еще одна оплошность Жлобинчану своих ворот привела к голу Минчанина Вячеслава Андрюченко, который начинал сезон как раз-таки в стане «Стальных волков». Только после этого мы увидели настоящий металлург. Команда Дмитрия Кравченко активизировалась, отыграла одну шайбу усилиями Ярослава Масленникова и вскоре получила право на штрафной бросок. Но, как и в одном из матчей полуфинала, не реализовала его. На сей раз сплоховал Александр Тимирев. Лучший снайпер гладкого сезона отметился в плыве только двумя голами. Сказал, будет возможность, я тебе дам. Дам. Но он не справился. Он не справился. Это экстремальная ситуация. Игрок такого уровня обязан справляться. И это его работа. Это ничего здесь, этого не может быть. Это такая же ошибка, как вратарь или ошибся, или защитник ошибся. Это чистый гол должен быть. Конечно, какие-то поправки внесли, и по-другому, я же говорю, заиграли сразу. И тактически, и ментально, конечно. Тут надо реагировать, потому что, ну, так нельзя, нельзя начинать все игры. Второй третий период выровняли. Но, к сожалению, не хватило охладнокровия какого-то забить. Ну, в целом, можно последние два периода занести себя в актив, цепляться за это. Серия только начинается. Давайте теперь реализовывать моменты. А их, к сожалению, мы не реализовали. Вот. Ну, потому что у нас были моменты, действительно были. Именно такие моменты, когда можно было переломить или сравнять. Вот так скажем. В заключительной третий юность играла по счету, а делать это она умеет отменно. При этом отметим, что даже в количестве бросков минчане превзошли оппонента 38 на 28. Хотя ожидалось иное. С такой-то бегущей и креативной атакой Металлурга. Но команда Ясаулова с ней справилась. Вдобавок провела матч на редко для себя дисциплинированном. Ни одного удаления у самой штрафообильной команды чемпионата. Держать шайбу в зоне атаки, минимизировать их игру с шайбой, давать меньше пространства. И тогда мы будем выигрывать. Ну, я считаю, хорошо справились с этой задачей. Конечно, можно и получше. Но будем стремиться к идеалу, так сказать. Удаления, удаления нужны. Потому что соперник играл сегодня в большинстве. Мы не играли сегодня в большинстве. Много сил потратили в большинстве. Кто-то сидит, кто-то мерзнет. Поэтому нельзя, нельзя с таким соперником позволять им играть в большинстве. И тем не менее самим зарабатывать. Хотя сегодня были какие-то, но это уже без комментариев. В стартовой игре холодный расчет взял верх над игрой в эмоции. Юность победила 2-1, вышла вперед в серии 1-0. Вторая встреча вновь состоится на Чижовской арене в пятницу. Перед прямой трансляцией на нашем телеканале эксперты в студии обсудят ход противостояния и предстоящий матч. Смотрите «Беларусь 5». Тем временем в континентальной хоккейной лиге на неделе определились финалисты Кубка Гагарина. Трофей в очной схватке оспорят Магнитогорский Металлург и московские армейцы. В главной серии сезона 2021-2022 сойдутся Магнитогорский Металлург и московский ЦСКА. Это повторение финала шестилетней давности. В сезоне 2015-2016 за Кубок Гагарина также зарубились эти команды. Причем, что символично, ЦСКА в финале Запада прошел питерских армейцев. Правда, тогда все было проще. Счет в серии 4-0, а не 4-3, как сейчас. Нынешняя серия армейских команд была равной. Каждый матч – это отдельная история. Решали мелочи. Перед любой игрой противостояния нельзя было отдать предпочтение кому-то из соперников. О равенстве оппонентов говорит и тот факт, что до очного противостояния они двигались почти одинаково. ЦСКА два раза по 0-4 одолел локомотив и московская «Динамо». СКА со счетом 4-0 был сильнее минского «Динамо» и со счетом 4-1 «Спартака». У москвичей в противостоянии со СКА обнажилась проблема второго периода. Это надо умудриться проиграть шесть вторых периодов каждого из матчей. Как только выиграли второй отрезок в седьмой игре, сразу забрали и матч, и серию. У ЦСКА долго молчали лидеры, те, кто должен решать судьбу встреч, Плотников и Григоренко. Казалось странным решение Федорова разбить тройку слепышев-корноухов Григоренко, ведь в таком сочетании она ездила даже на Олимпиаду. Не менее спорным было решение вернуть в состав и сразу в первое звено Андронова, но это тоже сработало. Вот из таких мелочей все и заключилось. Штаб Ротенберга тоже не сидел сложа руки. Кузьменко с кем только не играл. Пытались оживить Гусева, давали шанс Галимову, меняли партнеров Лехтонину и Робинсону, даже бестромбированного Кимпайнина научились играть. В итоге, как мы знаем, победил Федоров, но вполне мог и Ротенберг. Все в этой серии было плотно. Любая команда была достойна главной серии, но там сыграет ЦСКА. И теперь уж точно поутихли те, кто предрекал провал москвичам после решения расстаться с Игорем Никитиным и поставить руля неопытного Сергея Федорова. А вот на Востоке борьбы не получилось. Металлург разобрался с соседями из трактора в пяти матчах. Южноуральское дерби разочаровало. Трактор не смог издержать атакующую машину Ильи Воробьева. Травмы Пулкинина и Седлока серьезно повлияли на атакующий потенциал чулябинцев. Но ведь и у Магнитки в лазерете не было пусто. Минулин, Малюков, Пашнин – не последние защитники команды. Мы как-то ж справились. Трактор победил во втором матче на льду соперника, хотя постфактум понимаешь, что там скорее Металлург проиграл. Все летело и все залетало в ворота Магнитки. А так, кто усомнится в справедливости результата? В отличие от Гики, Пилота и Бейлина, хотя к защитникам это относится в меньшей степени, Магнитогорские легионеры были в полном порядке. Карри, Майе, Лайпсик. Вносили огромный вклад в каждой встрече. Голдобин, Чибисов и Карпов без вариантов выиграли дуэли у своих соотечественников Кравцова, Калинина, Бывальцева. Ну и сумасшедший плей-офф проводит ранее неотносившийся к элитным защитникам Григорий Дронов. В 17 матчах у него 13 очков. Символично, что именно его бросок за 15 секунд до конца последнего матча соперников вывел Магнитку в главную серию года. Ну а предсказать победителя в ней очень сложно. У соперников в своей козыре. Магнитка – атакующая команда. Ну и защищаться она умеет. ЦСКА называют командой рациональной, умеющей играть от соперника. Но и атаковать они вполне умеют. В общем, хорошего хоккея много не бывает. Поэтому пусть оппоненты бьют козыри друг друга максимально долго. Кстати, 6 лет назад так и было. Металлург тогда выиграл решающий раунд со счетом 4-3. Причем сделал это на площадке соперника. У ЦСКА появляется отличная возможность вернуть должок. Увертайм начинает подводить итоги сезона. И сегодня мы разберем на детали успешность Витебска. А помогут нам в этом директор клуба Руслан Салуткин и главный тренер команды Роман Юпатов. Не доверяй только словам. Рубили мы себе на носу. И когда слушали рассказы о том, что вот-вот в Витебске наступит хоккейный ренессанс, пламя сомнений разжигало косерок несбывшихся до толи обещаний, произнесенных в разных точках нашего хоккейного мира в разное время. Оставалось только ждать. Ждать, пока его величество и результат не отвесит нашему скепсису пару звучных оплевов. И это случилось. Если брать официальную классификацию прошлого сезона, пусть и несправедливо составленную тогда по играм развития, то Витебск совершил скачок сразу на 8 позиций с 14 на 6 место. Задачу, которую мы ставили себе, мы, конечно же, выполнили. Я расскажу больше. Перевыполнили. Если бы мы попали в восьмерку, я бы не удивился, потому что то в шестерке действительно было такое легкое удивление. Для кого-то это пусть будет чудом, для кого-то это потраченное здоровье, нервы и все остальное. До работы, но все через работу лежит. Наверное, она, скорее всего, наградила всех хоккеистов. Вспомним наш прогноз. Десятое место. С оговоркой, что команда, в принципе, может подняться на пару строчек. Все-таки впервые за долгое время трансферная кампания включала в себя приглашение зрелых, поигравших хоккеистов. Людей с опытом побед, как говорил Юпатов, и вернувшиеся в родные пенаты местных фастпитингов. Был подобран состав для прогресса. Но не такого семимильного, что произошел. Комплектовались под попадание в десятку. Десятое, девятое место у нас в переходные, грубо говоря, готовились. Только в октябре месяце, наверное, ближе к концу, когда мы начали немножко в этой серединке болтаться, мы только тогда поставили задачу в шестерку. То есть туда никто, и мы не располагали ни набором хоккеистов, ни ресурсами, ничем вообще не располагали под эти задачи. Как мы можем набрать, грубо говоря, хоккеистов, тех, которых Витебс хочет? То есть если ему предлагают, грубо говоря, в юность, или там в Гомель, в Солигорск, Жлобин, ему предлагают. И Витебс, который выбрался с экстралиги Б, в котором слава на протяжении пяти лет шла не очень хорошая, как его сюда позвать? Каким образом? Никак. Даже, мы можем сказать, даже финансы, да? А мы такими финансами, грубо говоря, как эти команды не располагаем. У них все равно существует премиальный фонд, которым они все равно его переманят. А у нас премиальных не существовало. Поэтому мы просто, ну никак мы не сможем прыгнуть выше головы. Надо быть реалистом. Команда поднималась в таблице, била лидеров. Но, как обычно бывает в таких случаях, многие говорили, что взлет Витебска – это временное явление. Однако чемпионат шел, а медведи продолжали уверенно играть и держаться на набранной высоте. И тут стало ясно – команда не однодневка, а серьезная сила, с которой вскоре придется считаться всем. Заразилась как? Заразилась, конечно, уверенность от игры, от игры игроков, от тренеров. Потому что они придумали тактику эту свою, которую, как Кузьмин говорил, непонятно как, но работает. Поэтому непонятно как, но сработало. У нас существует система в основном в звеньях. То есть звенья – люди, получается, разные игроки с разным набором качеств. И у нас у каждого звена, у них разное и в тактическом плане, и в позиционной атаке. То есть масса моментов, которые у них возможностей, именно под них больше подстроено. И когда нас, грубо говоря, даже соперник разбирает, он, в принципе, ему очень сложно разобраться в нашем хоккее. Потому что у нас все действуют по-разному. И, грубо говоря, разобрать нашу игру и навязать нам свой хоккей – это просто невозможно. Очень многие, и даже, скажу, больше команды вообще отмечают этот моральный климат, который в раздевалке существует. Для них это очень важно. Наверие, то есть вот эта уверенность, позитив. Здесь больше основной принцип – это, конечно, человеческие качества. Внутренность, она должна быть, чтобы создать семью, должны быть все, здоровый должен быть коллектив. Перед плей-офф были даже те, кто ставил на «Медведей» в противостоянии с «Шахтером», неприглядным в то время. Однако травма лидера защитника бомбардира «Кузьмина» и солигорское уплотнение рядов минскими «Динамовцами» стали барьерами, через которые перемахнуть не удалось. И команда, и тренерские штабы, и все максималисты, естественно, мы хотели повыше подняться к этому, к золотой тройке. Конечно же, мы расстроились все. Радовало то, что у нас здесь был полный зал на всех играх. Болели так, шумели так, что вообще это просто было супер. Это реально заводило не только там игроков, но и всех нас, да. Кто-то вокруг дворца этого ходил и смотрел. Ну, чего как бы было ожидаемо, но не настолько круто, чтобы было все. Желание было огромное, но не всегда у ребят есть возможность. У нас много ребят перешли с экстралиги «Б», там порядка 10-15 человек. И для ребят сложился сезон, то есть мы по ходу сезона поставили себе задачу в шестерку попасть. И за эту шестерку мы, в общем-то, рубились в каждом матче, то есть было потрачено много сил. И, в общем-то, наверное, ну, надо же тоже понимать, что у ребят не у всех есть определенный ресурс. Он тоже заканчивается на определенном этапе. И очень много было сил потрачено. И те моменты, где надо было выжимать где-то на характере, да, на каком-то резерве, его просто ребятам, грубо говоря, не хватило. Ну и, наверное, еще один фактор такой сыграл, наверное, больше психологическую роль. Вы же видите, как после первого матча и с нами, и после первого матча с «Металлургом», то есть была определенная дозаявка. Есть определенные факторы, которые они видны. Дураков нету, все все видят, все все знают. Ну, скажем так, что в итоге хоккей победил. Не мы смогли, если победить, то Жлобин эту, так сказать, доказал, что хоккей победил. Путь от аутсайдера до крепкого середняка пройден быстро. Дальше движение уплотняется. Никто из топ-коллективов экстралиги уступать дорогу не захочет. Но скорость набрана, снижать ее никто не собирается. А подспорьем в этой гонке может стать многократно улучшенный имидж витебской команды. Теперь сюда захотят ехать. Особенно те, для кого это свой дом. Будем по правде в глаза смотреть, да. Еще не верили немножко в клуб. Но теперь они пришли, покаялись. Вот. И... Я скажу так, что больше половины будем сохранять однозначно. Успешный состав, да, почему, конечно, да, у нас тут. Кто не хочет уходить? Что мы будем делать 30 апреля, я не знаю. За кого я могу вам говорить? Могу за лидеров, могу сказать. Белорусов. Которые уже устно дали подтверждение. Они останутся. И Никита Ядроиц, Саня Левко, Влад Ковалевич, Илья Камбович. Вот. За этих ребят я могу, как бы, говорить, да. То есть, там, Шкапцов, который нам принадлежит. Вот. В остальном карты мы раскрывать не будем. Того опыта, который у нас есть, она проще, но на самом деле сложнее. Сложнее почему? Потому что, понятно, на следующий сезон, какого уровня нам игроки нужны. То есть, и опять же, пригласить, и чтобы захотели, кто-то захотел, это, ну, тоже многого стоит. И тут уже, тут уже тренера работают. Роман Юпатов – один из творцов сенсаций. Не раз во время сезона удостаивался лестных отзывов от игроков. Необычный тренер со своими особыми хоккейными методами. Их действенность он будет подтверждать в следующем сезоне. Да, было, так сказать, было много таких спорных разговоров. И где-то какое-то недоверие было. Рискнули, попробовали. Почему нет? Он как детский тренер был хорош. То есть, я его давно знаю. И знаю, как он строит команду и какими критериями там руководствуется. Поэтому, ну, и первый год показал, что не ошиблись. Чем им очень рады, потому что, по сути, и команда наполовину Витебска, и тренера бригады Витебска. То есть, это хорошо. Опять же, тот факт, который, вот, может быть, и сработал. Видно на скамейке, как он отдается этой игре. Поэтому мне в нем это и нравится. То, что он не безразличный хоккей-человек. Формирование, грубо говоря, там, тренера идет длительное время. Но на протяжении всего времени развивается и работает. И, скажем так, первые пять лет, и вот эти последующие, я уже работаю, там, больше 15 лет, вообще земля и небо. Это разные вещи, совершенно другое мышление, другое, вот, все по-другому. Все по-другому. Саморазвитие и вот эти все моменты. Что это? Эйфория от яркого, сверхудачного сезона или основанное на вере в себя и в свое дело четкое осознание возможностей? Мы узнаем только через год. Но амбиций Витебску не занимать. Он метит в призы. И хочет сделать еще один удар. Поддых. Нашим сомнениям. Задачу мы перевыполнили. Молодежь, грубо говоря, обкатана. Они пережили этот плыв-офф. Мой первый плыв-офф был на высоком, грубо говоря, уровне. И мы это пережили. Да, было тяжело. Сделаны определенные выводы. Хорошие выводы. И поэтому это определенный опыт. Есть, чем идти дальше? Конечно. Мы знаем, с чем мы идем дальше. Медали. Ну, достоинства там уже покажет сезон. Но вообще мы очень хотим, чтобы у нас были медали. Опять же, два сезона они показали, что мы можем. Поэтому на это. Что движение есть? Конечно, движение вперед. Я думаю, это, наверное, начало середняка, потому что до топа нам еще далеко. Для топа это нужно, чтобы база была топовая, чтобы это все условия были топовые. Но нам до этого еще немножко далековато. Но мы знаем, к чему мы стремимся, к чему мы идем. То есть у нас обозначена цель однозначно стремиться к топ-клубу. На сегодня это все. Но финал продолжается. О нем мы поговорим через неделю, в пятницу 22 апреля. Не пропустите. Хоккей – это то, что делает нашу жизнь лучше. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok